Мы прибыли в Келовну перед вылетом. У нас есть еще часик. Да, вот такая погода. Солнце, а вот вообще в глаза пришлось очки одеть. Ну а ветер все равно северный, пришлось шарфик одеть. Парк работает с 6 до 11. И вот название парка. Waterfront, то есть он находится возле воды. Келовна имеет... Я уже как по-американски. В Келовне есть. Вот такие вот высотки. Конечно, этого не было в городе Вернен, где всего 50 тысяч. Ты же сказал, это эти апарты. Ну что ты самокатик будешь брать? Дорого. А кто его знает? Мы ни разу не брали. Котанеж со шлемом. И еще они даже померят. Конечно, нужно сначала платить. Все за деньги, а тишина. Красиво. Тюльпаны. Тюльпаны посажены. Да, говорят о приближении весны. Вот-вот. Ну посмотрите, вот так вот вдоль улицы, вот туда, вон они горы. Такой городочек Келовна. Ну а немцы и канадийцы говорят Келоуна. А по-русски это Келоуна. То есть практически как эти Калон. Калоуна. Калоуна. Вот смотри-ка, прямо немецкая. Балконы-то, балконы. Смотри-ка, как низко. Да. Вот вышел на балкончик, чашечка кофе заварил. И воду сделали, как будто это, знаешь, бежит, как река. Или так ветер. Нет. Литерочек. Литерочек, да. Вот написано, что познайте Келоуну. Вы в культурном районе города. И всякие тут брошюрки можно взять. По-видимому, туры. Вот тут пляжи. Заливчик небольшой. Айландс-треть. У них есть островок, где они проходят, по-видимому, какие-то мероприятия. Вот это мы здесь находимся. You're here. Ну и, конечно же, театры, музеи, сквер, мемориал и так далее. Внимание, лед может быть толким. Ой, толким, тонким. Солнце как красиво играет. Хотя холодно. 5 градусов тепла по Цельсию. В Канаде все по Цельсию. Нам пришлось перестраиваться. Но мы уже понимаем, что 5 и даже 6 очень холодно. Мостик называется Мост Гармонии. Написано, что плавать нельзя. Ну, ребят, ну куда плавать-то? Лед. Утром, завтрак. Ох, побежали. Ага. И там, посмотри-ка, вон они пасутся. Точно. Ищи, блядь. Сколько здесь жизней. Приколисты. Они канадские флаги, чтобы вы точно удостоверились, что вы точно в Канаде. А это озеро называется Оканага. Оно громаднейшее, посмотрите. Вот куда глаз глядит. Неужели опять котики? Что вы такие здесь? А просто какие-то фигурки нет. Это, по-моему, загорающие люди просто на пляже. Современное искусство. Ага. И вот он, настоящий пляж с песочком. Здесь, по-видимому, купаются местные. Но, вот это, по-моему, на отеле. Да. Это местное искусство. Это местные, этот, киловнцы загорают. Они в меру и упитанные, или, может, чрезмерно даже. Могу сказать. Мы заметили, что в Канаде вот такие вот стоят загородочки вокруг деревьев. По-видимому, приходят какие-то животные и грызут. Вот они поставили такое. Ну, живописно, конечно, очень живописно. Даже не передать. Мы сейчас попробуем подойти вот к порту Келовно. Вон там, впереди. Вот это стейдж, про который мы читали на карте, где проходят всякие разные представления, по-видимому. Какие-то концерты, может быть. Солнышко, и как тепло на солнце. О, гляньте. Какое представление вам сыграть со сцены? Что вы желаете по-канадски, по-американски, по-русски? На украинской мове можем. 4 в 1. Можем даже по-немецки, потому что тут немцы в куче. Это стена, ты думаешь? Да, было написано стейдж. Сцена для представлений. Но вокруг вода. Чего только не придумали, потому что надо. Бля, тут собачками. Это вот мы идем по облагороженному, как бы внутреннему озерцу. А сейчас мы выйдем в природном озеро, вот прямо через Бугорок. Вот мы забрались на Бугорок. Понятно, почему они тропинку сделали, потому что тут полметра. А кто будет прыгать? Это называется прогулка Симпсона. Люди не ходили, где хочет. Видите, какая вы ходите? А, ну да, придется тебе прыгать. Посмотри, какие канадцы уже спортивные. На велосипедах. Ну какое озеро огромное. Да, озеро громаднейшее. Посмотрите, какой мост вдалеке. Здесь припарковываются и лодки, и мелкие вот эти вот грузовые шлюпки, или как их назвать, и даже самолет. Борис, канадские бабушки, и это не молодежь даже, а не бабушки. Канадские бабушки на велосипедах, на прогулке. Вот они, утяти, утенки. Нырнули, сейчас что-нибудь они там добудут и вынырнут. Куда они делись? А, вон они. Так, а где вторая? А, вон она, ничего себе, как долго. Что ты говоришь, чистая вода? А что чистая вода вообще? Какая мощь, а озеро какое большое. Ой, вон, какая красота вообще. Нервы стою, лечу, а воздух. В общем, приезжайте в Киломнах, лечите нервы. Я как будто даже вообще уходил, вот так простоял и стоял. Стой, у нас еще есть времечко, да. Здесь очень красивая фотография, сейчас я тебя читаю, тебе на память. Так, вон там идет тучка. И прежде чем она придет, вот они, гляньте на них, посмотрите. Вечно голодные. Ждут пока сейчас рыбаки нарыбачат. И они будут кушать, просить. Тут уже спустили лодочку. И сейчас Ой, разбудили утку. Классно. Такой бриз. Ну, знаете, все так хрустит под ногами, что хоть никуда не ухнуть. Это с конца пирса. Такой вот вид. Пирс качается, конечно. Входит ходуном. И если у вас морская болезнь, вам не рекомендована, но... Ой, какой классный бриз, вообще солнышко подвлекает. Ребятушки, это просто не передать. И это надо приехать и, что называется, самим получить этот опыт. Ну, и под занавес, покидая Келовну, что ты хочешь сказать глядачам? Не хочу покидать. У-у-у, это редкость. Какая красота. Это надо же. И жары особой нет. Солнышко так по весеннему пригревает. Идешь просто вот вообще невероятно. Давно я так не гуляла. Но такие просторы впечатляют. Это просто невероятно. Хорошо. Всем желаем побывать в Келовне. В Канаде. В Канаде. Незабываемое, незабываемое место. Просторы, чистый воздух. Да. Прекраснейшая вода. Олени бегают по улице. Бегают олени. В общем... В общем, живности нам сказали, даже там к один медведь приходил. Они его выгоняли. Всем... Незабываемо, да. Всем путешествия. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И... Очень много впечатлений. Ба-ба-ба-ба-бай. Спасибо. Спасибо.